Согласно данным Банка России и Федеральной таможенной службы, ФТС, положительное сальдо торгового баланса страны стремительно сокращается. Если в первом квартале 2020 года оно составило плюс 32 миллиарда долларов, то во втором обвалилось более чем в два раза, до 14 миллиардов долларов. Тучные годы позади. Российские власти и бизнес судорожно ищут выход. Кое-кто видит решение задачи. Валютная выручка от экспорта золота во втором квартале 2020 года превысила выручку от экспорта природного газа. Но поможет ли вывоз золота российской экономике? Давайте разбираться. В первом квартале текущего года экспорт газа дал выручку в размере 7 миллиардов долларов, а во втором квартале она упала в два раза, до 3,5 миллиардов долларов. Такие низкие квартальные показатели Газпром имел лишь в тяжелые 90-е годы, и то не всегда. Но плохая новость была компенсирована хорошей. Только за апрель и май российские компании экспортировали 66,4 тонн золота на 3,58 миллиарда долларов. За два месяца Россия получила от экспорта желтого металла больше валюты, чем от экспорта природного газа за три месяца второго квартала. Эксперты говорят, что такая уникальная ситуация — превышение экспорта золота по отношению к природному газу — была лишь однажды, в 1994 году. В этом году вирусно-экономический кризис, охвативший весь мир, способствовал резкому повышению спроса на желтый металл. Соответственно, стали расти и цены на золото. В июле 2020 года средняя цена уже пробила планку 1800 долларов за тройскую унцию и продолжает расти. Даже самые осторожные аналитики не исключают, что до конца года цена может пробить планку в 2000 долларов. Теперь вернемся к данным об экспорте золота в 2020 году. Чем обусловлен такой резкий взлет экспорта в апреле-мая текущего года? Прежде всего тем, что Банк России с 1 апреля 2020 года прекратил закупки золота, объявив об этом публично на своем сайте. Золотодобытчикам пришлось срочно переориентироваться на свободный рынок, причем почти исключительно на внешний. Многие прикормленные эксперты приветствуют такой маневр, мол, экспорт желтого металла будет компенсировать потери валютной выручки от экспорта углеводородов, не только природного газа, но также сырой нефти и нефтепродуктов. Но дело в том, что полной компенсации не получится. Представим себе, что годовая добыча драгоценного металла в России составляет 300 тонн, и весь он направляется на внешний рынок. При цене 1800 долларов за тройскую унцию получается, что валютная выручка составит округленно 17,5 миллиардов долларов. Даже если вывозить все 100% добываемого золота, то с его помощью компенсировать удастся не более трети потерь от падения валютной выручки от продаж природного газа. Использовать золото для затыкания валютных дыр в российской экономике самое настоящее варварство. Золото надо не вывозить, а накапливать, особенно учитывая непрерывно растущие цены на драгоценный металл. Прежде всего следует наращивать золотые запасы в составе международных резервов РФ, а также следует накапливать драгоценный металл российским банкам, инвестиционным фондам, физическим лицам. Нельзя исключать, что пройдет еще год-другой, и все хваленые резервные валюты обвалятся. В итоге возникнет новый мировой валютно-финансовый порядок, в котором золото может оказаться в роли главной денежной единицы. ЦБ гордо рапортует, что доля золота в международных резервах РФ продолжает нарастать. На 1 апреля 2020 года, дата, с которой ЦБ прекратил закупки золота, эта доля равнялась 21,26%. Через три месяца, 1 июля, она уже выросла до 22,99%. И это при том, что закупок во втором квартале ЦБ не проводил. Доля росла только за счет того, что желтый металл дорожал. А целый ряд валют, входящих в состав международных резервов, обесценивались. Казалось бы, если ветер дует в паруса золота, то Центробанк должен продолжать закупки металла. Тем более, что тем самым он поддерживал бы добычу драгоценного металла в стране, которую справедливо называют валютным цехом. Однако валютный цех России подталкивают к тому, чтобы он обслуживал лондонский золотой рынок. Ведь именно туда направлялась с начала этого года большая часть продукции отечественных золотодобытчиков. Центробанк обосновывает прекращение закупок золота тем, что в составе международных резервов достигнута оптимальная его доля. Интересно, на основании каких посылок Центробанк оптимизирует эту долю? Конечно, нынешняя 23% — доля золота — выглядит очень эффектно на фоне каких-то 2-3% ещё не в столь далёкие годы. Но вот данные по доле золота в международных резервах ведущих стран Запада на середину текущего года в процентах. США — 79,1%. Германия — 75%. Нидерланды — 71,5%. Италия — 70,5%. Португалия — 77,1%. Франция — 65%. Можно привести примеры и по странам ближнего зарубежья. У Казахстана доля равняется 68%, а у Узбекистана — 59,1%. Из перечисленных стран Запада золотодобывающей страной является лишь США. Остальные пополняют свои запасы за счёт закупок на мировом рынке. Россия является золотодобывающей страной, занимая по производству драгоценного металла второе место в мире, после Китая. Следовательно, у неё есть все возможности продолжать наращивать свой золотой запас. Это становится особенно актуальным на фоне обострения международной обстановки и грядущего краха нынешней валютной системы, основанной на виртуальных денежных знаках, пусть даже называемых ключевыми валютами. Почему бы Центробанку не равняться на Америку или цивилизованную Европу? Или хотя бы на бывшие союзные республики Средней Азии? Скажем, если бы установить целевой показатель по доле золота в размере 70%, то можно было бы без оглядки закупать все 100% добываемого в стране золота в течение десятка ближайших лет. Кто-то может возразить, что у власти просто больше нечем затыкать нынешние валютные дыры российской экономики. На самом деле возможности для этого есть, и очень большие. И для этого не надо стремиться наращивать экспорт каких-то товаров, ведь у нас есть гигантские международные резервы, состоящие на 77% из валюты. Вот эту валюту и надо использовать для закрытия наших дыр, то бишь обязательств. Любой рачительный хозяин будет в первую очередь избавляться от тех активов, которые дают минимальную доходность, и всячески беречь активы с высокой доходностью. Давайте обратимся к годовому отчету Банка России за 2019 год. Международные резервы РФ за указанный год приросли на 85,1 миллиарда долларов в результате различных операций по купле-продаже активов и их переоценке. Так вот, переоценка золота дала прирост в размере 16,8 миллиарда долларов, а вот переоценка валютного портфеля дала потери в размере 1,1 миллиарда долларов. Особенно убыточными оказались такие валюты, как китайский юань и евро. И это при том, что в прошлом году еще не было такого энергичного роста цен на золото, какой наблюдается в этом году. Вывод очевиден. Накапливать надо дорожающее золото, а расплачиваться по разным международным обязательствам дешевеющими валютами. Кстати, сегодня они дешевеют, а завтра они могут рухнуть, стать мусором. Когда-то Дмитрий Иванович Менделеев сказал про черное золото. «Сжигать нефть все равно, что топить печку ассигнациями». Переиначивая слова Дмитрия Ивановича, скажу, вывозить золото из страны в нынешней ситуации – все равно, что мастить им улицы. И вот еще один исторический факт. Недавно был рассекречен еще один документ советского времени. Внешняя торговля Союза СССР за период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года. Статистический справочник под данным оперативного учета. Справочник подготовлен Министерством внешней торговли СССР и датирован 1946 годом. Во время войны союзники настаивали на том, чтобы их помощь Советскому Союзу оплачивалась желтым металлом. В частности, американцы требовали, чтобы поставки товаров по ленд-лизу осуществлялись под залог золота, которое предлагалось переместить на территорию США. Требования американцев были отбиты. Их удалось убедить, что у русских золото есть, что на Востоке организована работа валютного цеха – золотодобыча. Что СССР платежеспособен и при необходимости покроет претензии США. Однако все эти вопросы урегулирования требований и обязательств сторон было договорено перенести на время после окончания войны и окончания действия программы ленд-лиза. Высокопоставленные чиновники США дважды летали на советский Дальний Восток, чтобы удостовериться, что там действительно организована масштабная добыча драгоценного металла. В начале Великой Отечественной войны, когда между Москвой и Вашингтоном велись переговоры о распространении программы ленд-лиза на СССР, до этого программа действовала в отношении Великобритании. Американский чиновник Ачессон летал на самолете Сталина в Магадан. Он был поражен размахом золотодобычи. После этого последние сомнения Вашингтона были сняты, и соглашение о ленд-лизе в конце 1941 года было подписано. В 1944 году с инспекционной поездкой на советском Дальнем Востоке был вице-президент США Уоллес. Он подтвердил, что валютный цех СССР продолжает работать на полную мощность. В американских и российских источниках встречается термин «обратный ленд-лиз». Под ним понимаются встречные поставки Советским Союзом в США некоторых товаров. Прежде всего металлов, хромовая руда, марганец, платина, необходимых для военной промышленности. В этом списке фигурировало и золото. Но сколько было этого золота? В рассекреченном статистическом справочнике называется объем экспорта золота из СССР за период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1945 года. Он составил 21 килограмм 629 граммов. Причем эта продажа была произведена только в 1945 году. Получается, что мы выиграли войну, не используя золото. Выиграли, поддерживая и наращивая добычу драгоценного металла и постоянно накапливая государственный золотой запас. Такая линия поведения диктовалась в первую очередь соображениями военной безопасности. В годы войн золото становится универсальными мировыми деньгами. Бумажные деньги перестают работать. Только с помощью монетарного золота можно осуществлять жизненно необходимые закупки на мировом рынке, в том числе закупки оружия, военного снаряжения, боеприпасов. Вспомогательную роль могут играть бартерные, встречные, поставки товаров. Мы сумели покрывать свои импортные потребности благодаря программе ленд-лиза и бартерной торговли, накапливая золотой запас про черный день, который, к счастью, не наступил. Вероятно, дополнительным соображением сохранения курса СССР на накопление золота стало принятие на международной конференции в Бреттон-Вудсе 1944 год. Золото долларового стандарта. Стандарт устанавливал, что мировыми валютами являются золото и доллар США. Для СССР золото как мировая валюта было более привлекательным, чем доллар, так как защищало Советский Союз от любой зависимости по отношению к Соединённым Штатам. Перенесёмся в сегодняшний день. Все финансисты хорошо знают, чем сильнее жёлтый металл, тем слабее зелёная бумага. Доллар США. Сейчас зелёная бумага слабеет не только по отношению к золоту, но и по отношению к ключевым валютам, на основе которых исчисляется индекс доллара. Евро, фунт стерлингов и другие. На Международной валютно-финансовой конференции в Ямайке в 1976 году золото из монетарного металла было разжаловано в биржевой товар, произошла демонетизация золота. Однако сегодня золото восстанавливает свой монетарный статус, оно выигрывает на фоне и доллара США, и других ключевых валют. Сегодня как никогда становится и выгодным, и стратегически важным курс на накопление золота в официальных международных резервах. Однако ЦБ действует ровно наоборот. Или это очередная многоходовочка? Пишите, что думаете на эту тему. И до встречи в следующем выпуске на нашем канале.